Всем привет дорогие друзья с вами канал Игрополка и сегодня мы поговорим с вами о третьем дополнение к настольной игре каркасон которая называется принцесса и дракон первое что нужно знать о данном дополнение она входит в состав королевского подарка поэтому если у вас издание игры которая называется королевский подарок данное дополнение уже у вас есть второй момент данное дополнение совместимо с любым другим и может вводиться в игру полностью или частично на ваше усмотрение а состав данного дополнения следующий 30 квадратов местности отмеченных феей одна фишка дракона и одна фишка феи перед игрой добавьте новые квадраты местности к базовым а фишки феи и дракона поставьте рядом с дорожкой подсчета победных очков они не принадлежат ни одному из игроков в дополнение вы найдете два квадрата местности требующих пояснений первый это монастырь который находится в городе когда вы выставляете подданного на данный квадрат вы должны объявить на какой объект вы его выставляете в поле в город или на монастырь на втором квадрате изображен тоннель дорога на данном квадрате не упирается в город и не прерывается им а также она не делит ни одно из двух полей пополам на некоторых новых квадратах местности вы найдете изображение вулкана данный квадрат выкладывается по обычным правилам игры но вы не можете выставлять на него своего подданного а после розыгрыша данного квадрата поставьте на вулкан фишку дракона если дракон уже находится в игре на каком-либо квадрате переместите дракона на только что выложенный квадрат с вулканом на других квадратах местности вы можете увидеть изображение дракона открыв такой квадрат разыграйте его по обычным правилам игры и вы можете выставить на него своего подданного однако после розыгрыша данного квадрата игра приостанавливается и начинается полет дракона обратите внимание что полет начинается до подсчета очков за завершенные объекты. Во время полета дракона каждый игрок, начиная с того, кто выложил квадрат с драконом и далее по часовой стрелке, передвигает фишку дракона на любой соседний по горизонтали или вертикали квадрат местности. Независимо от числа игроков, дракон всегда перемещается в общей сложности на 6 квадратов местности. За один полет он не может дважды переместиться на один и тот же квадрат и кроме того он не может переместиться на квадрат с феей. А поскольку дракон не может переместиться на квадрат, на котором он уже был, может случиться так, что во время полета он оказывается в тупике. В таком случае его полет тут же заканчивается. А пока он летит, каждый раз, когда дракон оказывается на квадрате с одним или несколькими подданными или другими фишками, он съедает их и владельцы данных фишек возвращают их в свой запас. После полета дракона игра продолжается. Стоит отметить, что дракон входит в игру только тогда, когда один из игроков открывает первый квадрат с вулканом. Если вы открыли квадрат с драконом раньше, чем дракон вошел в игру, отложите данный квадрат в сторону и возьмите другой. Как только будет открыт квадрат с вулканом, верните все отложенные квадраты с драконом обратно в пол квадрата местностей. В правилах игры есть информация о том, кого дракон может съесть, а кого не может. Дополнений к Аркасону много и здесь отображены всевозможные фишки и компоненты и указано, что является деликатесом для дракона, а на что у него аллергия. Как и дракон, фея – это фишка, которая не принадлежит ни одному из игроков. Однако в свой ход, вместо того, чтобы выставить подданного, вы можете переместить фею на любой квадрат с вашим подданным. Поставьте фею рядом с этим подданным и она становится его помощницей. У феи есть три эффекта. Первый, если в начале вашего хода фея является помощницей вашего подданного, вы немедленно получаете одно победное очко. Второй эффект я уже упоминал – фея защищает подданных от дракона, дракон не может переместиться на квадрат с фишкой феи. И третий эффект – завершенный объект, на котором находятся подданные и помогающие ему феи, приносит три дополнительных победных очка. При этом эти очки начисляются даже если за сам объект игрок не получал очков. По завершению объекта подданные возвращаются в запас, фея остается стоять на квадрате местности. Помимо вулканов и драконов на новых квадратах местности вы можете найти изображение принцессы. Данные квадраты разыгрываются по обычным правилам, но если вы присоединили такой квадрат к городу, на котором находится один или несколько рыцарей, то вы можете прогнать из города одного рыцаря на ваш выбор, даже если ему помогает фея, и можно прогнать даже собственного рыцаря. Владелец рыцаря возвращает его обратно в свой запас. Однако, если вы прогнали рыцаря из города, вы не можете в этот ход выставлять подданного на данный квадрат местности, ни на один из его объектов. И вы не можете перемещать фишку феи, так как перемещение фишки феи – это альтернатива выставления подданного. Если же вы никого не прогоняли, то можете выставить вашего подданного на данный квадрат как обычно. И последнее, что вы можете встретить на новых квадратах местности – это порталы. Данные квадраты также разыгрываются по обычным правилам игры, но, разыграв такой квадрат, вы можете выставить подданного либо на этот квадрат, либо на любой другой, который был выложен ранее. При этом необходимо соблюдать обычные правила, например, вы не можете выложить подданного на уже занятый или завершенный объект. Например, я присоединяю квадрат с порталом, а выставляю своего подданного на данный город. Город большой, но пустует, поскольку всех рыцарей в нем съел дракон. Принцесса и дракон – это очень интересное дополнение. Оно добавляет игре особой атмосферы фэнтези и расширяет ее за счет новых квадратов местности и новых способов взаимодействия с соперниками. Стоит отметить, что эти способы взаимодействия повышают конфликтность в игре, поскольку вы теперь можете скармливать своих соперников дракону или выгонять их с помощью принцессы. Если вам не хватало соперничества – это дополнение для вас. А для спокойной игры можно использовать новые квадраты местности, не трогая дракона и принцессу. Надеюсь, данное видео было интересным, а также надеюсь, что оно было полезным. Если это так, я очень рад. А на сегодня всем спасибо за просмотр. Играйте в игры и до новых встреч.